Меня зовут Наташа, я художник-оформитель. Но очень хочу попробовать себя в качестве ведущей. Хочу научиться правильно говорить. Надеюсь, у меня всё получится. Я Виталий Стариков, актёр Белгородского государственного академического драматического театра Минищепкина, профессор кафедры актёрского искусства Белгородского института искусства и культуры. Я здесь для того, чтобы научить вас говорить правильно и красиво. Ну что, продолжаем. Живая разговорная речь отличается бесконечным разнообразием, многообразием, сменой темпоритмов. Внутренний ритм нашей жизни непременно проявляется в нашей речи. И в частности, в её темпоритме. Когда телеведущий, диктор, долго говорит в одном ритме, то это становится скучно. Да, заслуживаю. Да, человек засыпает. Речь становится бесцветной, неживой. Она усыпляет, утомляет. И поэтому работа над темпоритмом речи – это творческий процесс. И мы с вами уже работали. Скороговорки как раз это и есть то, что нужно. Нужно выговаривать, нужно тренировать себя, выражать своё внутреннее ощущение. Тем более сейчас, конечно, радио, телевидение требует особого ритма. Раньше можно было, да, дикторы, как говорили, да, в советское время, чётко, ясно, довольно в замедленном темпе рассказывали, да, грамотно. Ну, грамотно и сейчас бы неплохо было бы. Было бы. Да, было бы неплохо, вот. Но ритм жизни сейчас другой. Сейчас в другом ритме идут наши передачи, да, и нужно быстро уметь говорить. И нужно переключать, кстати, внимание. Об этом мы ещё будем говорить. Если будем говорить о логике речи, да, невозможно всё говорить в одном ритме. У нас даже в одном предложении ритм меняется, да, что-то мы проговариваем быстрее, а то, на чём мы акцентируем внимание, мы говорим медленнее. Что менее важно, мы проговариваем быстрее, да? Да. Ну и, конечно, скороговорки – это удивительный жанр фольклора, который, наверное, так и создан для того, чтобы тренировать речевой аппарат. Да, ужас. Народ ещё, представляете, когда создал эти скороговорки? Именно для тренировки речевого аппарата. Мы с вами этим занимались, мы продолжаем с вами этим заниматься. Я вам дал текст некоторых скороговорок, чтобы вам было легче. Вот. И сейчас чётко, ясно. Давайте мы сейчас не будем гнаться за скоростью. Давайте. Произнесём медленно. Ну, а потом быстро. Итак, 33 корабля. 33 корабля. Лавировали, лавировали. Да не вылавировали. Чуть быстрее. 33 корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. Цыплёнок, цапли, цепка, цепляется за цепь. Цыплёнок, цапли, цепка, цепляется за цепь. Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да зарапортовался. Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовал, да не зарапортовал. Да зарапортовался. Ещё раз. Рапортовал, да не дорапортовал. Да рапортовывал, да не зарапортовался. Да зарапортовался. Да зарапортовался. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Ну, а теперь с соблюдением правила ФЭПИ, пожалуйста. Всех скороговорок не перескорговоришь, не перевыскорговоришь. Еще раз, не получается. Всех скороговорок не перескорговоришь, не перевыскорговоришь. Вы передачи будете тоже так вести? Здравствуйте, уважаемые зрители. Это все легко. Вот мы сейчас это быстро прошли, а потом помедленнее. Так, еще раз, пожалуйста. Да, всех опять пять... Нет, всех скороговорок не перескорговоришь, не перевыскорговоришь. Как у вас легко получается? Так я всю жизнь работаю над собой. Я к чему и веду. А вы? А я тут вот полчаса. Мы уже три месяца работаем. И там, там полчаса. Всех скороговорок не перескорговоришь, не перевыскорговоришь. Опять пять ребят? Опять пять ребят нашли пять опять. Хохлатые хохотушки хохотом хохотали. Хохлатые хохотушки хохотом хохотали. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Дальше. Шли три Попа, три Прокопия Попа, три Прокопьевича. Говорили про Попа, про Прокопия Попа, про Прокопьевича. Стоит Поп на коне, на колпне, колпак на поле. Нет, на Попе. Это опечатка. Колпак на попе, коп на поп, поп, под колпаком. Под, под колпаком. Поп, под колпаком. Поп, под колпаком. Ну а в предлоге можно ударение делать? О, разве без ударения может звучать? Нет, конечно. Под колпаком, там редуцированный звук. Под колпаком. Под колпаком. Под колпаком. Вот так. Под колпаком. В четверг, четвертого числа, в четыре, с четверти часа, четыре черни... Выпидриться хотела, вот нельзя. черненьких, чебасеньких чертенка чертили, черными чернилами чертеж, чрезвычайно чисто. Дальше. Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре мужчины. Говорили про торги, да, про покупки. Да, про покупки. Про крупу, да. Про подкрутки. Расскажите про покупки. Какие про покупки? Про покупки, про покупки. Про покупочки мои. Еще раз, пожалуйста, с соблюдением правил русской арховедии. Все же прекрасно было. Нет, ну вы говорили про покупки. Ну да, про покупки. Да. Про покупки. Да, про подкрупки. Да, про подкрупки. Вот, еще раз это скрываю. Говорили про торги, да, про покупки, про покрутки, господи. Вырезали. Про прокрутки. Я не могу на вас смотреть. Вы взглядом убиваете просто. Ну вот я виноват. Нет, нет, нет. Плохому танцору что там мешают? Штаны, вот так и про меня. Говорили про торги, да, про покупки, про прокрутки, да, про подкрутки. Расскажите про покупки, про какие? Не, ну читайте только то, что написано. Ну что вы сочиняете? Про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои. Поехали дальше. Да. Пришел Прокоп, купил укроп. Ушел Прокоп, кипит укроп. Как при Прокопе кипил укроп, так и без Прокопа кипит укроп. Дальше. Без Прокопа. Как-то вы расстроены, говорите дальше. Турка курит трубку, курка клюет трубку. Не курит турка трубку, не клюй курка трубку. Вот видите, когда отрабатывается, да? Сразу выливается речь. Я скажу, когда будет хорошо. На мели мы... Так, это очень сложная скороговорка, я уже чувствую. Ну прочитайте, вы буквы знаете русские? Знаю, знаю. Ну просто прочитайте. На мели мы налима лениво ловили, на мели мы лениво ловили линя. А любви не меняли ли вы мило молили, и в туман и лимана манили меня? Что же вот это мило? У меня ловили 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 Вы сейчас будете бегуном, воображение включите свое, помогайте в выработке. Стихотворение видите, да? Прочитали? Да. Там все время увеличивается темп речи. Вот послушайте, я прочитаю, вы сейчас слушаете. Темпу речи помогу, стометровку пробегу. Пробегу я не ногами, мне полезнее словами. Старт сигнал, рывок бегу, сил своих не берегу. Коротка, ведь стометровка, сразу темп для тренировка. Я несусь быстрее ветра, что секунда 10 метров. 10, 20, 30, 40, никаких нет отговорок. Темп свой быстрый не снижаю, финиш, ленту обрываю. То есть сначала медленно, потом быстрее, быстрее и быстрее. Нужно. Вот, у меня сейчас плохо получилось. Надеюсь, у вас получится сейчас хорошо. Вы сейчас увидите, как плохо, подождите. Ну пробуем, тренируемся вместе. Да, темпу речи помогу, стометровку пробегу. Пробегу я не ногами, мне полезнее словами. Старт сигнал, рывок бегу, сил своих не берегу. Коротко, ведь стометровка, сразу темп для тренировка. Я несусь быстрее ветра, что секунда 10 метров. 10, 20, 30, 40, никаких нет отговорок. Темп свой быстрый не снижаю, финиш, ленту обрываю. Вот, дыхание нужно. А мы с вами упражнения для дыхания делали. Делали. Вот, надо и продолжать их делать. Да. Вот, понимаете? Да. А ведь такой, ну не эти стихи, конечно, какой-то текст. Может, у вас передачи быть, где надо будет его сказать быстро, да? Ну, а комментаторы футбольные, как им нужно информацию, массу информации уложить в короткое время, пока там мяч летит куда-то. Да. И какой дикцией они должны обладать, да? Давайте еще раз попробуем. Темпу речи помогу, стометровку пробегу. Пробегу я не ногами, мне полезнее словами. Убыстрее. Старт сигнал, рывок бегу, сил своих не берегу. Ну, коротка, ведь стометровка сразу темп взять, зеренировка. Я несу быстрее ветра, что секунда, 10 метров, 10, 20, 30, 40. Никаких нет договорок, темп свой быстрее не снижаю. Финиш, ленту обрываю. Вот сейчас, кстати, легче. Легче. Хотел бы и на большее. Вот, хорошо. Только не лезьте вверх. Ага, не кричать. Не кричать, только на опоре, да? Да. Вот. И еще три круга. У нас следующее стихотворение, я вам его тоже напечатал, да? Оно тоже интересное очень. Постепенно нужно здесь добиться постепенного нарастания темпа ритма речи, да? Мысленно, как бы, вот пробегая вот эту дистанцию. Смотрите. Три круга. Темп речи убыстрять учусь, сейчас три круга я промчусь. Вот первый круг пустился я, хоть речь и быстрая моя, но до предела далеко. Я говорю слова легко, и на пути не оговорки, в том помогли скороговорки. Дальше быстрее. Вот в круг вступил, теперь второй, ускорился, там пречи мой, все собране, короче, слово, точна, предельно, мысль, моя, интонация, готова, все выразить, что вижу я. Вот третий круг, еще быстрее, чтоб финиша достичь скорее, слова строчат из пулемета, тра-та-та-та, язык наметан, весь речевой им аппарат, готовый к бою, только рад, когда перед ним труднее задача, тренировался, есть удача. Кто ж тренингом пренебрегал, тот в мастерстве своем отстал. Ну, то есть можно не проверять, да? Я тут уже вижу, без тренировки. Надо рассчитать свои возможности, начать говорить медленно, да? Вот, сразу в быстром темпе не надо, чтобы постепенно у нас был там запас, да? С каждым кругом мы постепенно прибавляем темп. Пробуем? Да. Пробуем. Темп речи убыстрять учусь. Не, а медленно. Темп речи убыстрять учусь. Сейчас три круга я промчусь. Вот первый круг пустился я, хоть речи быстрая моя, но до предела далеко. Я говорю слова легко, и на пути неоговорки, в том помогли скороговорки. Вот в круг вступил теперь второй, ускорился там речи мой. Собраний, короче, слова, точно, пределный мыс, моя интонация готова все выразить, что вижу я. А теперь быстрее. Вот третий круг еще быстрее, чтобы финиша достичь скорее. Слова строчат из пулемета, тра-та-та-та, язык наметан. Весь речевой аппарат готовый к бою, только рад. Когда пред ним с трудной задачей тренировался, есть удача. Кто ж тренингом пренебрегал, тот в мастерстве своем отстал. Ну я-то хороша, скажите. Ну ничего, но можно лучше. Вот моя зона победы. Вот, вот, вот. Классно. Ну потому что со скороговорками мучились, мучились. Да, и домучились. Вот и ничего. Ну можно еще, я так думаю, вот сейчас вообще будет идеально. Может, давайте вот на этой отличной ноте я и останусь. Ну покажите, как надо. Темп речи, темп речи, убыстрять учусь. Сейчас три круга я промчусь. Вот в первый круг пустился я. Хоть речи быстрая моя, но до предела далеко. Я говорю слова легко, и на пути не оговорка. В том помогли скороговорки. Вот в круг ступил теперь второй. Ускорился темп речи мой. Все собраннее и короче слово. Точна предельно мысль моя, а интонация готова все выразить, что вижу я. Вот третий круг еще быстрее, чтоб финиша достичь скорее. Слова строчат из пулемета. Тра-та-та-та, язык наметан. Весельчевой мой аппарат, готовый к бою, только рад. Когда пред ним труднее задача, тренировался, есть удача. Кто ж к тренингу пренебрегал, тот в мастерстве своем отстал. Но второй раз был лучше. Орфоэпическая ошибка. Да, да, да. Язык. А как надо сказать? Язык наметан. Язык? Не-не-не, язык. Средний звук между И и Е. Язык. Да. Йод и Е. Язык. Тут вот ведь это. Я нельзя там произносить. Звук Я там не звучит. А что ж мы пишем Я? Надо было скобочек написать Я. А вот такой русский язык. Пишем одно, говорим другое. Меня. В слове молоко мы пишем О. А говорим молоко. Да? Вспоминаем Орфоэпи. Это помним. Это помним. Ну так, давайте на этом сегодня закончим. Удачи вам. Спасибо. Работайте, работайте. Дай бог вам терпения и усердия. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин